К 2023 году на Горноуральщине, на площадке онкодиспансера того, что в Екатеринбурге на широкой речке, планируется создать циклотронно-радиохимический комплекс. Это станет еще одним важным шагом к ядерной медицине будущего. И тем не менее онкозаболевание всего любви с нашего времени ежегодно наносит тысячи человеческих жизней и наносит серьезные здоровые выражения. Исходя из этого, наша сегодня первостепенная задача – сформировать такие условия, которые позволят минимизировать уровень онкозаболевания и проводить геагностику и лечение самыми передовыми способами. В рамках создания ЦРК – циклотронно-радиохимического комплекса будет реализован еще один инвестиционно-привлекательный научный проект по запуску Циклотронного центра ядерной медицины, который реализует Уральский федеральный университет. До конца текущего года этот самый университетский центр планирует приступить к промышленному выпуску радиофармпрепаратов, которые врачи используют в ходе ПЭТ-исследований. ПЭТ – это позитронно-эмиссионная томография, выявляя на ранних стадиях злокачественные опухоли в различных человеческих органах, в том числе при диагностике болезни Паркинсона. Я хочу обратить ваше внимание на два принципиальных момента. Первое – это создание циклотронных комплекса должно быть четко синхронизировано с планом на дальнейшем различных диагностике. И второе – необходимо рассмотреть возможность использования радиофармпрепаратов, подключения других болезней, в частности, сердечно-сосудистые заболевания. Как уточнил ректор УРФУ Виктор Кокшаров, из 29 разрешенных в России к применению радиофармпрепаратов в нашей области в той или иной мере задействованы лишь 15, то есть половина из возможного. Старт циклотронного центра ядерной медицины позволит эту самую ситуацию в корне изменить, уверен ректор ведущего Уральского вуза.